Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю играть в Darkest Dungeon и, во-первых, я пробую записывать OBS по определенным причинам, так что, возможно, с качеством видео что-то будет не так, не уверен, но, во-вторых, я скачал Cheat Engine и я установил скорость игры, скорость анимации в игре четырехкратную, то есть сейчас у меня игра работает, она не работает в четыре раза быстрее, в ней анимации работают в четыре раза быстрее, то есть звук, как вы, наверное, можете заметить, ну, музыка, она с нормальной скоростью играет, но все вот эти вот анимации, они в четыре раза быстрее, так что, наверное, станет немножко лучше, я не уверен, поможет ли это, но вдруг, ну и посмотрим, что из этого получится, да, ну, пока что вроде бы полет нормальный с записью и с прочей фигнёй, так, что мне нужно, я, вау, как оно быстро открывается, я хотел бы увеличить... Я бы хотел увеличить количество народу здесь, но мне не хватит на это, так что, наверное, я просто уменьшу... уменьшу стоимость, и теперь мне нужно... Теперь мне нужно 11 статуй бюстов, чтобы открыть здесь второй слот, что было бы очень полезно, так что, наверное, стоит пойти куда-нибудь, где есть эти бюсты. Бюсты, по-моему... А, они в руинах как раз. Но в руинах у меня либо босс, либо ветеранская миссия, так что нет. Определенно нет. И теперь этот тупой бомж, который прокачался до третьего уровня, теперь он не хочет ходить на низкоуровневые миссии, и это худшая механика, которая есть в игре. То, что вы не можете взять хайлевельных героев на низкие миссии, это означает, что если у вас там есть отряд героев какой-то максимально шестого уровня, например, и у вас один из них умрет, то, чтобы перекачать такого же героя, нового взять и прокачать его с нуля до шестого уровня, вам нужно взять не одного этого героя из прокачанной пати и выводить по всем миссиям, чтобы они его качали как бы. Нет, вам нужно взять героя, нужно взять к нему еще одну пати тоже нулевых персонажей и ими везде ходить, и поскольку вы одним и тем же героем не можете ходить несколько миссий в отряд, потому что у него стресс копится. То есть вы идете этой пати куда-нибудь, потом вы идете кем-то еще куда-нибудь, потом вы снова идете этой пати, опять же, на какую-нибудь еще миссию второго уровня и так далее. Ну, не второго, а первого, опять же. Поэтому перекачивать персонажа это ужасно. Ну да ладно. Кто у меня есть и что я хочу вообще делать? В руины я не хочу идти, я думаю, я хочу сходить разок туда, вот Воронс. Потому что я там еще ни разу не был, по крайней мере. Может быть там что-нибудь веселое творится. Там, я знаю, вешают много блида и там стоит мне вешать много блида, так что нужно брать всяких блидящих персонажей. Ты вполне, ну ты был бы блидящий персонаж, если бы у тебя был хоть один скилл с блидом взят. Окей. Шут вполне блидящий персонаж, но у меня нет шута, у которого нормально все со стрессом. Ну, тогда первым делом вот что. Первым делом я отсюда выйду обратно. Я засуну сюда этого бомжа. Я засуну сюда этого бомжа. И я засуну... Что там у нас? Кто у меня продается? Шут у меня здесь есть. И шут у меня здесь есть даже с Харвестом. С этим. Соло. Что, в принципе, не особенно полезно из этой фиговины. Так что этого шута можно просто нафиг выгнать. Стоп. Да, нафиг выгнать. Потому что скиллы почти те же самые. Один возможно поменять. И у этого стресса, у этого всякая там фигня, которая ему нафиг не нужна. Так что ну его нафиг. Сместо этого я лучше возьму нового шута. У собаковода тоже вроде был блид, правильно? Да, блид один поинт на три раунда. Блид один поинт на три раунда. Это бессмысленно. Стресс хил. С шансом защищать союзника и у ворот. Просто хил на себя и удар. Ну собаковод может быть, наверное, хорошим. Что у него минус скорость и только играет. Чувак, иди нафиг. Ты мне такой не нужен. Ты мне, в принципе, тоже не особенно нужен. Но можно будет попробовать куда-нибудь его взять. Эти двое вообще не умеют блидить. Они умеют избивать и нокбэчить, правильно? Да, и себя бафать. Так что они мне нафиг не нужны. Ему можно взять блид, конечно. Но я не уверен, что это сильно поможет. Но как минимум шут. Соло это баф, дебаф. Это дебаф на врагов и баф на себя. Минус меткость на врагов, плюс скорость на себя. Но это его двигает вперед. Впереди он вообще ничего хорошего делать не может. Но он все может делать с третьей позиции. И... да, и все. Как бы имеет смысл вот эти вот два скилла юзать в комбе. То есть одно двигает назад на три. И больно... Больно бьет кого-нибудь одного, но дебафает себя. Не знаю, как-то оно... Оно не очень и больно бьет кого-нибудь одного. А, нет, плюс 50%. Да, достаточно больно. А это дебафает врагов и двигает вперед. Но не уверен, что это хороший вариант. Так, ну ладно, собаковод, иди сюда. Посмотрим, что ты умеешь. И какого-нибудь танка можно взять и лепера. Наверное. Или... Ее. Минус пять на дальнобойных скиллах, но у нее нет дальнобойных скиллов. Музыка кончилась почему-то. Возможно, потому что... Четырехкратная скорость. Это вполне может как-то на это влиять. Ну, она умеет... Два разных удара. Один по самому заднему и один по двум переднему. Она может стан, но с дебафом на себя. И она может брейк троу. И... Да, я думаю, стоит изучить Блид. Ладно, сейчас разберемся. Музыка заново началась. Окей, хорошо. Блид. Бафф на себя плюс урон плюс меткость снимает Блиды. Один хил. Или... Мощный Блид на самого первого противника. С хорошим уроном. Но... На себя дебаф. На себя дебаф я не хочу. Так что, наверное, я хочу... Взять вот это. Что у меня тут есть? Что можно продать? Ладно. Это полезно. Это тоже полезно. И это не очень полезно. Это... В принципе, довольно полезно. Ладно. Сойдет. Так, ну что у меня получается? Она первой стоит. И у нее... Вместо этого... Вместо этого вопля... Вот эта вот фигня. Вместо этого эта фигня. Правильно? Тогда она все может делать с первой... С первой позиции. Она может бафать себя. На прибавку к уронной меткости. И... Снимать с себя... Блиды и... Этот в основном. Как хилл. Это хрень. Она может... Относительно сильно бледить второго и третьего противника. И она может просто стукать первых двух или... Или четвертого. То есть она может стукнуть абсолютно любого противника чем-нибудь. И еще и бафает себя. И... Некоторых противников она стукает бледом. Отлично. Второе место... Пока что не знаю кто. Третье место шут. Ему тоже нужно поменять скиллы. Ему нужно убрать нафиг соло. И взять вместо этого, не знаю, просто милишку или... Или баф. Ну или можно просто не юзать соло. И юзать эти... Два скилла и... Стресс-хилл. Четвертое место хиллерша. Она лучше на третьем месте. Но и хрен с ней. На третьем месте она лучше. Потому что у нее есть... Иллюминация, которая не очень нужна. Да, шут на третьем полезнее. Второе место. Можно взять собаковода. У этого собаковода есть блед на одного противника. Слабый блед, но с уроном. И увеличенный урон по помеченному. Не ничем помечать и увеличенный урон по животным. Есть еще более слабый блед. Ну точнее он такой же слабый, но он без урона. По всем сразу. Что в принципе не очень полезно. И у него есть защита. И у него есть удар со станом. Альтернативно... Ну этот чувак он вообще какой-то никакой. А что собаковод? Собаковод в принципе нормальный. Ну допустим. Я не уверен насколько такая партия работает. Но посмотрим. Ее стоит как-нибудь... Так вот сдвинуть. Чтобы это моя первая основная партия, это моя вторая партия. Этих надо конечно троих докачать. Но все-таки. Проапгрейд здесь я никого не могу. Я... Да, скиллы переставить. Ну я могу конечно скиллы переставить, но это не поможет. Да, я не думаю, что мне нужно скиллы переставлять. Кому мне отдать это кольцо? Плюс додж, минус крит, плюс... Наверное, хилюша, потому что ей пофиг на крит. А плюс додж и сопротивляемость смерти это хорошо. Снятие ловушек, наверное... Собаковода у него больше всего. Минус скорость, конечно, но у него она и так выше всех... Ну, выше всех, кроме шута получается. Шута максимальная, это хорошо, потому что он... Нет, он не может забафить на еще больше. И он... Ну он так расположен, что его можно включить, чтобы он бафал. Да, я думаю, это вариант. Тогда шут выучи-ка ты вот эту вот фигню. И эквипни ее вместо соло, потому что соло бесполезная. Хрень. Нормально. Здесь мне брать никого больше не надо. Нигде мне брать никого больше не надо. Я могу еще кого-нибудь отправить сюда, наверное. Тут есть еще одно место целое. Хочу ли я? Минус скорость, минус... Снятие стресса. Зачем он у меня, если у него вообще нет экспо? У него почти полный стресс, его проще выгнать. А, ее тоже проще выгнать. В принципе, у меня ни у кого почти нет экспо. Точнее, у меня вообще ни у кого нет экспо. У меня есть... А, он... Вот этот чувак есть, он первого уровня. Так что его выгнать не проще. То есть он уже прокачан слегка. Так что его можно, наверное, отправить снимать стресс. Сойдет. Поехали. И поехали сюда. Что я беру? Эта фиговина... Улучшает собаку на время. Каким-то образом. Не знаю, каким именно. Я беру еду. Я беру... Три лопаты. Я беру... Четыре бинта, потому что здесь блида много должно быть. И я беру факелы. Все, больше мне ничего не нужно. Еды даже мне столько, скорее всего, тоже не нужно. Но на всякий случай, чтобы там отхилить кого-нибудь и... Еще что-нибудь подобное сделать. Поехали. Ну, посмотрим, как оно с четырехкратной скоростью игры работает. Оно все так же медленно грузится? Ну, это нормально. Так, ну я могу никуда не возвращаться, если я пойду сначала сюда. Хочу ли я это трогать? Нет. Я не хочу это трогать. Так быстро мы идем. Ну, у них у всех... Все нормально с блидом. Так что... Лучше использовать, наверное, обычные атаки. Я могу кого-нибудь защитить. Хочу ли я кого-нибудь защитить? Это другой вопрос. Я могу кого-нибудь застанеть. О, я могу застанеть ее. О, да. Быстрая анимация, это офигенно. И я могу ее заодно и заблизить. Бафать на скорость и мяткость и крит. Пока не надо. Это не такой бой, чтобы бафать. И я могу ее еще сильнее заблизить. Тогда у нее будет сколько? Сейчас у нее три урона. Это ее задамажит на 4.8. И я ее после этого просто добью. И это единственное, что достает до нее. Так что это... А, это не четвертого только. Это был бы хороший план, если бы я попал. Ну тогда лови вот эту вот фиговину. После какой-то урон. И в принципе она умрет от блида. На следующий свой ход. Да, отлично. Снятие стресса. Оно на конкретную цель, правильно? Да. У меня у всех по 20. У нее 23. Ну, почему бы не начать снимать стресс понемногу? Кинуть собаку в того, кого можно заблизить. Хотя это не сильно помогает. Но стан тоже не сильно помогает. Он слабее. Это хотя бы урон наносит. Кинуть топор в него же. Не добьет, но, увы... А, Блид... Блидово добьет на его след... Добьет? Да, добьет на его следующий ход. Отхиливать особого смысла нет, но можно, наверное. Ну, это с него стресс. Да, он кончился. Еще отхил. Снова с него стресс. Не знаю, там, снять стресс с себя. Что-то уж совсем безстрессово. И тебе стан. И тебе еще и топор. Отлично. Надо было, наверное, зажечь факел. Ну, ладно. Ну... Началось веселье. Свины. У них 10% фризис к Блиду, так что они очень хорошо Блидятся. Они плохо отравляются. Я могу его... В него кинуть собаку. Это его, возможно... Не, это его не убьет до конца. Это его заблидит и на... Через один его ход убьет до конца. Если мне повезет с уроном. Если мне не повезет с уроном, то это его просто задамажит. Альтернативно, я могу их всех чуть-чуть заблидить. 1-2 урона и Блид вообще на всех. Но, в принципе, у этого свина тоже дофига резистых Блиду. То есть, не тоже, а, в принципе, дофига. У этого чуть-чуть есть. Альтернативно, 100. Они решают стресс. Это основная проблема в данный момент. Но они в этот ход больше не будут ходить. Да, устану больше шанс попасть. Хил. И... О, он сюда подъехал. Блид на двух сразу? Или Блид на одного? 3-5 и 3 Блида. То есть, это 8 урона, если... Если мне повезет. Альтернативно, 2-4. Это 7... Нет, это даже не 7 урона, там Блида меньше. Я думаю, лучше так. Он вообще повезет, и он просто умрет от этого Блида. Отлично. Блид на того, конечно, можно навесить. Но я думаю, лучше ткнуть заднего с шансом убить. Или шанс промахнуться. Тоже сойдет. Нет, не трогайте моего шута. Окей, это было немножко неприятно. Но я думаю, тебе стоит заблизиться, свин. И я буду защищать шута. И... Я могу еще заблизить свина. Это его, скорее всего, просто добьет. Или я могу его просто ткнуть. 73, 73, что так, что так. Черт. А это? 1-3, на нем 3 Блида. Так что... С довольно высокой вероятностью я его убью. Но с довольно высокой вероятностью я по нему не попаду. Так что лучше я буду отхиливаться. Шут под дефенсом, так что его... Ау. С ним особенно ничего делать не стоит. Баф на пати... Это не очень хороший вариант. Я могу ткнуть так. Это добьет этого свина практически... Его в любом случае добьет Блид. Правильно? У него 3 урона и 2 хитпоинт. Так что лучше ткнуть этого свина Блидом. А этого свина станом. 4-8 и 3. И 3 урона от Блида. Блин, нужно было собаку кинуть по всем. Лучше. Тогда бы этого добило. Ну... Я, конечно, могу его еще стукнуть. 78%. Или я могу 85% стукнуть этого. Что, мне кажется, более хорошей идеей. Так же, наверное, надо было снять Блид с Шута, когда он... Когда он на нем появился. Сейчас уже поздновато. 13,6. Я думаю, 6 это как-то опаснее выглядит. Да, сними стресс. Тот свин умер. Тебе хил. Один он умрет. Так что... Просто добивать первого свина. У меня есть небольшой шанс его застанеть. Это, в принципе, лучшее, что я могу сделать. Альтернативно я могу, там, не знаю, собакой... А, хотя нет, собакой, если я его стукну, это его с довольно большой вероятностью убьет. Да. Готова. Ты забафайся, пока я не знаю. Я надеялся, что я еще раз смогу кстануть сил. Блид резист, блайт резист... Нет, блайт резист... Дизист, то есть болезни и яд. Не блит. Увы. И минус 2 скорости. Хрень на продажу. Окей, теперь сюда. Это я открою. Это бинтом, по-моему, нужно открывать. Куча ножей, покрытых кровью. Да, бинтом это открывается, и там целая куча золота и еды. Отлично. Тут пара бандитов, которых я заставил врасплох. Это, конечно, хорошо, но, блин, это пара бандитов. Ну, лови собаку, чувак. У меня себя забафаю. И, нет, стан он не поймает, потому что он по-последнему не прокатывает. Кого лучше отхилить? 12, 12, 18. Лучше всех отхилить. О, точно. Лови вот эту хрень, чувак. Окей, самый опасный враг убит, по сути. Ну, хотя он один. Если бы их двое было, они были бы очень опасны. А так один... Ммм, терпимо. И я могу их обоих сразу бледить, в принципе. Или я могу... Ну, то есть, да, я могу их обоих сразу бледить на 24. Или я могу одного из них конкретно бледить. Или я могу снять с кого-нибудь стресс. Со стрессом у меня все вроде бы хорошо пока что, так что я не думаю, что это нужно. А бледить одного или двоих, это другой вопрос. Блед, три за ход. Ну, я думаю, лучше бледить того, который более дохвый. И станете его же. Сколько нам сейчас три за ход? Просто ударить я его не могу. Ну, окей, он умрет от бледа на следующий ход. А хил конкретно на тебя. Ау. И теперь вот уже его бледить. По полной. Стан я не думаю, что ему особенно повредит. Хотя 125, то есть у меня 75% шанса его застанет. Увы. Один урона на всех висит. Надолго, да, но один урона это не так критично. 15, 12, 14. Всех отхилить. Три урона за раунд. Это 4, 8 и еще два за раунд. Это 6, 12. Он проживет два раунда, так что блед будет эффективнее в итоге. Пять урона за ход. Восемь урона за ход. Еще разок всех отхилить. На этот раз на два всех отхилить. Это вообще хорошо. Восемь за ход, и у него 11. То есть если я его стукну на 4, то он умрет. Если я его... правильно? Даже если я его стукну на 3, он умрет. Собака его стукнет на 1, 2. Но навесит на него еще один в секунду. То есть у него будет 9 в секунду. Но если на 2, то он умрет. Но лучше, по-моему, так стукнуть. Да, все, он мертв. Бафф. Надо снять облид из себя. Неплохо. Так, и теперь поменяйтесь местами обратно. Да, в этом проблема ускорения игры, потому что входят в дверь они быстро, так что я не успеваю... Не успеваю включить эту фиговину. Факю. По-нормальному. Так, ну свин... Что он там? Минус додж дает. Это... Это неприятно. Минус додж плюс метка. Но я думаю, этот свин, который навешивает стресс, он хуже. Так что все-таки его фокусим. Тут, в принципе, они все хреновые, так что фокусить можно кого угодно, наверное. Но этот свин мне больше всего не нравится. Хил тебя конкретно, раз на тебе метка. Один за ход. Сколько на тебя блида? Два за раунд. Это его может потом добить, но... Да, это его добьет потом. Отлично. Еще и на тебя, блядь, висит. Окей, снятие стресса мне особенно не нужно. Баф мне... Может немножко пригодиться. Но лучше бледить... Кого-нибудь. Этот быстрее умрет. Просто так, что, наверное, его лучше бледить. Да, и он еще и дебафает. И дебаф стакается. Вау. Как это неприятно. Это, по сути, гарантированная смерть ему. Я, может быть, лучше застаню кого-нибудь, или... Сколько, наверное, три? Так на нем будет... Нет, так это не гарантированная смерть. Ладно, лови. Хватит трогать моего собаковода. Он тут не для этого стоит. Эм, что это было? А, она под станом была, что ли? Да. Жаль. Ну, шут не может трогать первого, так что... Будет бледить свина. Так... Я ненавижу этот фокус. Сержбинт. Хоть он тебе и не поможет. Так, что я могу выкинуть? Я могу сожрать еду? Хотя бы как-то его отхилить. Ну, блин, это печально, потому что... Дебафы... Опасные. Минус меткость, минус скорость, минус урон. До конца... До конца миссии. Ладно. Ну, я сожгу еще фатю. И сразу же попаду в ловушку. М-м-м-м... Сойдет пока что. А, точно. Блин. Он уже не хочет жрать. Коробка! Пустая. Да сойди уже туда. Ну, раз я хожу первым, имеет смысл забафать, чтобы все мои ходили первыми. Или оно не так... О, блин. Какого хрена ты тут делаешь, наркоман? Я бы даже стукнуть ничем не могу. Окей, баф от всех. По-моему, это только со следующего хода активируется. Умри. Сколько у тебя? Два. Еще и не попал. Один хитпоинт. Окей. Весталка бесполезный хилер на... На первом уровне. Она хилит слишком незначительное количество хитпоинтов. Если бы она хилила не... Сколько она там? Не 3-5, а, скажем так, 6-8, она была бы хорошим хилером. Или если бы она хилировала, там, не знаю, 2-5 всю команду или 3-5 всю команду. Но пока она этого не делает, она абсолютно бесполезна. Можно ее просто не брать, и дамагер вместо нее будет полезнее. Потому что все враги дамажат больнее, чем ее хил. Да хватит уворачиваться, наркоман тупой. Окей, ура. Этот сам умрет. Этот сам, конечно... Может и умрет, но лучше, наверное, добить того. Стрессом они тоже его отфокусили. Блин, на первого не работает. Окей. Просто затыкиваем его... ...чем-нибудь. Я думаю, имеет смысл вот так вот сделать. Чтобы... Чтобы шута они добили, случайно. По-моему, это вряд ли поможет. Да. Ладно, жри. Матяй. Препятствия. Ловушка. Я не хочу здесь быть. Я, в принципе, вообще нигде не хочу быть без оккультиста. Потому что без оккультиста это бессмысленно. Жрать ты все еще не хочешь? Нет, ура, ты хочешь жрать. Оставлю четыре на случай голода. Стоп, почему... У меня есть четыре еды. Какого хрена? Идите в жопу. Снял стресс, снял стресс. Теперь только медитировать. Ну, да, с него отвалилась его эта фигня. Окей. Так, ты в два раза больше еды жрет. Отдай мне обратно эту хреновину. Как ее с него быстро снять? Иди нафиг отсюда. Ура, оккультист. Хоть кто-то полезный появился. И арбаличица. Арбаличица тоже полезна. Здесь появилась средняя миссия собрать реликвий каких-то. Окей, это интересно. Не этим отрядом, естественно. Оккультист, как минимум. Но, скорее всего, придется перебивать арбаличица. Тоже, скорее всего, хорошо будет. А кого первым я думаю взять? Арбаличица может помечать? У нее вроде было что-то такое, правильно? У нее бонус по помеченным. И у нее есть пометка, которая дебафает. Окей. Изучить эту хрень. Вместо боллы. И взять... Его. Почему у него крит понижен? А, минус три. Если... Если меньше половины жизни. Почему он сейчас понижен? У него сейчас полная жизнь должна быть. Ладно, хрен с ним. А, и кого мне вторым взять? А, почему бы и нет? Посмотрим, что из этого выйдет. Так, что у вас со скиллами? Ты можешь избивать помеченных, ты можешь сам помечать. Ты можешь притягивать, ты можешь нокбетчить и станить. Больше тебе, в принципе, ничего и не надо. Так что в этом плане все хорошо. Ты можешь бить, дебафать, бафать. Правильно? Да, бафать можешь и... Себя помечать. Ага. Арбалетчица, ей нужно пометку вместо боула. Тебе нужно... Артиллерию и... Тебе вообще дофига всего нужно. Ладно. Настолько денег нет. Так, опять же... Передвинуть этот склад куда-нибудь повыше. Сойдет оккультист. Тебе нужно ослабление, тебе нужна артиллерия. Арбалетчица. Тебе нужна... Пометка. Где тут было снять? Снять все тринкеты. Эту фигню продать. С шифтом. Больше у меня ничего и нету. Окей. Кто тут еще? А, эти два. Не нужны. Больше я ничего не могу сделать. Проапгрейдить я никого из этих не могу. Ничего я никому сделать не могу. Я могу кого-нибудь отправить сюда, но я не хочу кого-нибудь отправить сюда, потому что я, скорее всего, выгоню нафиг всех, у кого сейчас много стресса, кроме, возможно, шута. Но шута я не хочу отправлять, потому что у меня денег нет в основном. Окей, поехали. Средняя миссия. Вся фигня. Три лопаты. Там... Двенадцать еды. Восемь факелов. Один ключ. И сойдет. Остальное пофиг. С остальным потом разберемся. Да, должно. Можно еще там парочку факелов взять. И... Нет, парочку еды больше не нужно брать. Может быть, здесь повезет больше. По крайней мере, здесь у меня есть оккультист. Так, надо скиллы сразу переставить. У этого все правильно. У этого тоже все правильно. Ему не надо было ничего. Тебе так. Тебе так. Правильно, да. Отхил. Притягивание. Ослабление. Артиллерия. Идеально. У тебя выстрел. Выстрел под трем сразу. С дебафами. Метка с дебафом и отхил. Отлично. Почему у тебя так много стресса? Когда мы сюда приходили, у тебя было меньше стресса. А, оно сразу плюс 20 дает за вход. Ну, ладно, пойду сюда, чтобы потом не возвращаться. Это я не буду трогать. Хотя, по-моему, бинт как раз помогает. Не хочу назад. Но я буду идти назад, когда я буду идти назад. Ну, нет, это личинки. Что же я буду делать? Дально, что же я буду делать, если у меня первым ходит оккультист? У меня нет ауешек? Это не супер. Хм, да. Она не может стрелять по-первыхому. Ну, ладно. Сойдет. А. Стоп. Нет, это не то, что мне нужно. Это какая-то просто фиговина. Трогай ее. А, нет, это как раз то, что мне нужно. Понятно. Но там что-то с ней можно сделать. Здесь, интересно, надо было святую воду, наверное, взять. Тут бинты? Нет. Ну и хрен с ними. О, это хорошо. Это очень хорошо. Потрогай, снятие стресса. Нет, не снятие стресса, просто баф на урон. Тоже неплохо. Ещё одна. Ещё одна. О, они не стакаются. Чёрт. Ещё одна будет в следующей комнате? Потому что я за. Гопники. Подойди поближе. Не подойдет. Арбалетчица может стрелять только по задним. И метку она может тоже только на задних вешать. Чёрт. Это нехорошо. Но я могу сделать этого чувака задним. Хотя нет, у него 75 резискнул. Ну тогда метку у тебя. Пока что. 4-9. Чёрт. Минус меткость, минус крит. Окей. Я даже не знаю. Минус додж. Сработало. Ау. 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 Хватит фокусить моего тупого баунти-хантера. Я даже не знаю. Ещё ему резать додж. И скорость. Ну скорость там уже ничего не даст им. Побустить себе доджа скорость, наверное, это хороший вариант. О, стоп. Нет, я мог его пометить. Я могу по нему выстрелить 6-14. Почти. Что я мог с этим сделать, если они за один свой ход опустили моего, этого чувака, до 5 хп, и потом мой оккультист наважил на него блин. Оккультист всё равно лучший хилер, но, блин. Тут проблема не в оккультисте, а во врагах. Умри. Три-два. Три-два. Ненавижу эту игру. Я тебе сказал, подойди поближе. И останься тут. Ура. Нормальный хил, наконец-то. Почему сразу так нельзя было? окей С одной стороны, я буду счастлив, если этот наркоман умрет, потому что мне совершенно не хочется тратить деньги на то, чтобы его отхиливать обратно и снимать с него всякую фигню А с другой стороны, мне как-то хочется сохранить оккультистов живых, и арбаличество тоже не помешает, и этот чувак тоже более-менее нормальный Но отступать я сейчас совершенно не планирую У тебя 59% базовой шансблида, какого хрена? Сколько у него резиста? 0? Минус 500? 15? Я не понимаю Сколько у него было резиста до того, как он словил эту хрень? И эту хрень? Видимо, он был где-то глубоко в минусе все равно Почему я не могу его конкретно выгнать отсюда? Оставить остальную пати и выгнать одного чувака Но остальная пати, конечно, будет абсолютно бесполезна, потому что она тогда не сможет стрелять с тех позиций, где она окажется Но все-таки Окей, умирай сам Я не против Волот Лопата Эээ, какого хрена я не нажимал вот на дверь? Нажал рядом с дверью Добейте его Спасибо Нет, не спасибо Черт Я не буду его отхиливать Ну его нафиг Он только остальным стресс повышает Если он умрет, это, скорее всего, слабее им повысит стресс Добьет? Добьет Ура Денег у меня тоже никаких нет Зайдет Метка Ммм, кого добить, кого добить Жаль, я не могу добить обоих, правильно? Да, один-два всего лишь Ну ладно Так Почему такие копейки? Трогай О Тысяча Пятьсот Двести Но все равно копейки Но сойдет Я отсюда сваливаю И выгоняю всю эту команду Потому что у них стресс Прощай, оккультист Я так хотел, чтобы ты остался у меня в команде Стресс против Энхолли Стан резист Хилит лучше, когда это И минус скорость, и минус дочь в первом раунде Денег, конечно, все равно нет Так Ты Иди отсюда Ты Туда же с таким стрессом Ты Исих двоих я хочу оставить Они все-таки полезные персонажи Кого здесь мне предлагают? Еще арбалетчицу Со скиллами еще хуже У этого чувака со скиллами еще хуже Удар Удар с нокбэком И убирать трупы Месть Минус уворот Минус дефенс на себя Но плюс урон Плюс меткость Плюс крит Окей И Дебаф на первых двух врагов Может быть полезным Не знаю Надо взять Пойти вот этим вот отрядом Взять им какого-нибудь Милишника первым Хоть бы и этого И пойти докачать их До третьего уровня Ну ладно Это все в следующий раз Мне в принципе понравилось С такой скоростью играть Хотя я не знаю Я не встретил ни одного этого Ни одной клептомании Никакой Так что может быть Она все равно Фигней полной является все еще Но посмотрим Может в следующий раз Я поставлю там Не четыре Не четырехкратный Множитель скорости А там тройной Возможно будет получше Потому что сейчас все-таки Как-то слишком быстро местами Но заметно лучше чем было И заметно быстрее чем было Что полезно Ну и я надеюсь Вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока